всех приветствую кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом видео хочу вам показать свои небольшие работы можно так сказать что процесс у меня только один закончен это это наполовину он только отшит это вот этот набор хрюшка чудесная красивая замечательная дело в том что я отсутствовал две недели меня не было дома так как я улетала у меня был самолет я не могла взять ничего так как была только ручная кладь не спится ничего я могла взять только вышивку это уточнив информацию что я могу провозить иголки не больше 5 сантиметров я была уверена что я могу взять в ручную кладь вышивку сто процентов и я взяла с собой этот набор потому что он мне очень нравится я показывала его в покупках когда совершила покупочки и взяла его с собой вышивала его на кус на пах отшила довольно таки я бы не сказала что быстро потому что по несколько часиков вечерами так как была весь день занята и только вечером удавалось немножко отшить эта работа мне очень нравится когда изначально только разрабатывался этот набор мне он сразу понравился и еще когда он уже выпустился я конечно новый год наступил но я боялась что я не успею но все равно я его взяла довольно таки быстро отшила потому что отшивала от жир птицы тоже кошечку я в нее влюблена отшила косметичку и довольно таки ею часто пользуюсь практически каждый день беру там своем а мелкие рукодельные штучки и поэтому я знаю что я из этой же работы тоже буду отшивать косметичку только более крупного формата коснулась того что я брала куст на по собой они квадратные и мне пришлось просто в пакет какой-то поместить это и перемещать отшито уже все остались вот такие вот ниточки запасик я не ошибалась не распарывала поэтому остатки остались отшивалась работа очень легко и вот такая моя чудесная хрюшка эту работу уже отшивала очень много рукодельниц в инстаграме довольно таки много она оформлена и на дизайнерской канве и на светлой канве и в рамку она помещена поэтому эта работа уже отшита я заменила здесь и взяла аиду 14 каунт по моему светло-салатового оттенка потому что мне хотелось подчеркнуть вот эти вот нежные весенние цветы и скажу вам что когда я вышивала эти цветы я поняла что это одно из это роза но она относится по моему японская роза я даже нашла название обязательно напишу на экране как называется потому что как-то был раз подарен букет и были эти цветы и они очень очень нежные очень красивые я смотрю что художники используют эти цветы очень часто довольно таки много передаются вот так вот оттенки поближе покажу как отшита работа вот такая чудесная милашка отшивалась легко много блендов 9 блендов сразу скажу потому что я была удивлена что такой маленькой работе много блендов бусики вот этот вот бэкстич здесь делается быстро довольно таки буквально одну-две бусинки отшиваешь и потом уже как по накатанной понимаешь где как поворачивать даже без бумажки без схемы ты это все отшиваешь что по поводу глаз здесь немножечко вот эти белые бэкстич и немножко я сместила вниз потом увидела что ошибка здесь распускала и вот верхние вот эти вот складочки тоже опустила ниже то здесь нужно быть внимательных внимательным в районе глазок цветы и ушки все очень все быстро отшилась и здесь мало полукреста но тут много говорить о работе ничего я начала прямо с центра разделила где у меня будет центр отшила сначала пятачок глазки и когда мордочка была готова пошла вот так вот вышивать цветочки бусики сделала и потом тельца здесь уже вот эти участки которые крайне отшила здесь уже зашивала вот буквально даже не смотрела схему я думала что здесь будет много бленда и долго будет работать отшиваться нет все довольно таки быстро я закончила отсутствовала я дома две недели я ее завершила и в последний день даже я успела повышевать магнитики это я покажу немножко позже для этой работы так как я уже планирую что будет эта косметичка так как я была дома там у нас магазин ткани много ткани привозят с турции поэтому я планировала взять этот набор отшить для того чтобы купить там ткань специально для этой работы кто видел когда я отшивала кошечку и выполнила косметичку я использовала вот эту ткань эта ткань она двухсторонняя лицевая часть у нее вот такого плана она идет как под кожу тисненную такую да вот а с обратной стороны она идет вот такая вот шелковая я где-то видео это показывала и эту ткань я здесь не вижу в питере поэтому я так и задумала что я поеду туда и куплю конкретно ткань под косметичку именно такого же формата но вы же понимаете заходишь в ткани и смотришь на одно а уже глаз косится на другое вот вот эта ткань точно такого же такой же текстуры вот с этой стороны здесь вот показывает кран более изумрудная такой даже не изумрудный морской за ну вот такой оттенок на самом деле она чуть-чуть зелено-болотного оттенка не знаю где покажет правильно но оттенок красивый когда прикладываешь к работе понятно что мне не хочется выполнить такую же косметичку как и я выполняла на кошечке потому что это будет одинаково будет неинтересно но все равно так как я находилась там я купила два вида цвета все-таки насколько ярко красочно передает экран на самом деле эта ткань более такая меньше розового чем показывает на экране и вот она по текстуре также выглядит видите как тисненная такая кожа удобно тем что моя розовая косметичка не пачкается и можно протереть то и не страшно и и также можно стирать ничего тоже страшного но я купила эти два кусочка ткани там по 50 сантиметров выбрала но это немножко делает мрачным но подходит к самой конве это подчеркивает немножко бусики только бусики потому что по насыщенности она немножечко не такое яркое даже не могу сказать какой-то четко оттенок по названию но он немножечко темнее чем бусы бусы более яркие такой более винный такой более глубокий оттенок и я подумала раз я там нахожусь я куплю эти ткани потому что они мне конечно понадобятся в обязательном порядке вот но а для самой вот этой хрюшки я еще приглядела другую ткань и хоть хочется мне конечно я покажу просто какие расцветки брала на самом деле но выбор еще будет у меня стоять передо мной потому что оттенки у меня куплены разные потому что я в скором времени год наверное не буду там где я купила и чтобы были в запасах короче говоря вот изначально саму ткань я хотела подчеркнуть весенний такой оттенок и ткань сама здесь такая салатовая светло фисташковая такое и хотелось мне эту ткань использовать вот такую вот салатовую дабы это было вот вот таким вот образом во первых подходит к самой канве салатовый весенний оттенок и перекликается с цветами у самой хрюшки здесь обязательно у меня будет приклеен флизелин тонкий мягкий я тоже там же покупала его я думаю что он тоже турецкий не китай потому что он тканый на ткани и он делает вышивку с этой стороны белой и чуть-чуть жесткой то есть вот это канвайс она постирается она будет как тряпушка при той ткани она будет иметь такую более мягкую форму эту ткань и что это за ткань я даже не сказала приложила значит внутри она вот идет как это не натуральная кожа это искусственная кожа она не растягивается не делается не деформируется то есть у нее а приличная такое статика такая хорошая и мне нравится ее изнанка мне нравится ее изнанка за счет того что она такая бархатная она меняет вот при прикосновении пальцев меняет такой рисунок видно что ее брали возможно это не очень будет хорошо но с другой стороны если сделать вот так это будет слишком холодно чтобы это была лицевая сторона чтобы она была вот кожаная поэтому я запланировала когда видела эту ткань что лицевая сторона будет вот такая то есть сама косметичка будет вот такая вот ну как будто замшевая да кожу я не буду покупать такие вещи для косметичек я считаю что не нужны потому что косметичка ты ее носишь год-два там сколько пока она не надоест вот и потом ты можешь другую себе сделать для этого годами я и не буду носить поэтому кожу я думаю что как бы не хотелось стоял у меня выбор между вот этим салатовым оттенком конечно здесь видите есть такие некие прилипают эти от того что ткани разных цветов вот это все конечно будет чистится но для наглядного примера я просто приложу салатовый мы выбирали это все с мамой и мама мне сказала что вот такой вот розовый тоже замечательно розовый тоже действительно красивый оттенок и они одинаковые все они внутри вот как кожа я планирую ее посадить на толстый флизелин вот видите она как идет она как кожа я думаю что все таки вот так это будет холодная и как-то здесь ткани здесь имитация кожи поэтому мне хочется чтобы это было вот так вот мягенько розовый вроде тоже подходит но здесь салатовая канва немножечко канва как бы не соответствует хотя вот видите смотрите я голубой приложила и как уже играет этот оттенок насколько начал начала камера бороться с цветовой палитры вот видите салата выбрала вот голубой он тоже подходит но слишком холодная и мы решили что все таки розовый это бежевый он абсолютно такое знаете как цвет очень такой красивый оттенок но здесь он вообще не подходит это была куплена ткань на потом на пусть будет так называется это бордовая она слишком темная делает более такой драматический рисунок получается слишком такое удрученная потому что она даже не столько красная как больше коричневатого оттенка вот видите вот такой вот оттенок но здесь очень ярко передается поэтому однозначно если будет эта ткань то она будет обязательно вот такая бархатная мне так хочется чтобы она была тактильно это очень приятно даже если она будет маркая меня это не страшит вовсе потому что я думаю что это все можно будет стирать щеточкой аккуратненько и так далее склоняюсь я к розовым оттенку либо к салатовому как получится и что будет в дальнейшем я все хотела отснять сначала видео показать вам что я отшила а потом уже буду сидеть и обдумывать посоветую еще с дочерью косметичка будет такая чуть-чуть побольше и формата квадратная даже можно будет удлинить ее для того чтобы там как-то складывать пока это такие мысли наметки а как в дальнейшем это все у меня сложится был там фиолетовый но он был очень вот такой вот глубокий и депрессивный у меня показался поэтому я даже не стала его покупать вот бежевые голубые и вот эти оттенки я взяла по 50 я думаю что мне достаточно будет на несколько тут работ даже не обязательно одинаковые косметички можно что-то и другое чехлы какие-то придумать у меня сейчас просто такое настроение меня сейчас распирает у меня куча идей руки только 2 в сутках только 24 часа и я не знаю что мне как бы за что взяться хочется отшивать очень много ткани я приобрела для того чтобы пошить нам с дочерью некую такую одежду удобную для дома и у меня все это планы лежат я конечно ткани вам все не будут показывать именно рукодельные я показала вам хотелось бы с вами посоветоваться какой для кого какой цвет более приемлемый холодные видите слишком мама не говорит но она же девочка нас бусиками пускай она будет розовая но мне вот эти вот между этими двумя цветами я конечно обдумываю как как получится потому что вот канва с этим цветом они очень хорошо сочетаются после того как я закончила такую вот чудесную крюшку вышивать на мне очень нравится я думаю что я буду пользоваться работой которые я отшила косметичкой своей обязательно я буду использовать куда угодно для рукодельных для вышивок и так далее куда уж косметичку любую можно использовать для любых целей я уже стала отшивать магнитики так как я взяла два-три набора с собой думала что вдруг я ее быстро закончу мне не чем будет заниматься для меня это трагедия вечером сидеть ничего не делать я стала отшивать магнитики конечно я их не все отшила потому что у меня остался один вечер за один вечер я отшила вот такую вот маленькую елку то не до конца я начала с этой маленькой зелененькой несмотря на то что новый год уже закончился но все же такие работы как бы отшиваются и не обязательно зимой здесь я тут где бисер должен быть красным я все равно отшила ниткой хотя производитель там рекомендует сразу бисер пришивать и отложила эту работу до приезда потому что мне хочется здесь использовать металлизированную нить бисер нанизать так как в схеме написано и еще у меня есть одна идея если я найду материал который мне хочется для этой елочки то я конечно покажу вам в законченных работах вот на стадии завершения находится эта елочка все я приехала домой кстати расскажу как я перевозила иголки здесь я раз разобрала вот этот вот для иголок положила там себе на пиорский так далее была вот такая вот порвалась у меня . была вот такой чехол для иголок и я набрала мне сказали что можно иголки до 5 сантиметров я набрала здесь штучек 20 игл и вот так вот их в этот плотный чехол положила дабы они не смотрелись в разнобой и вот провезла никаких проблем не было я не знаю как другие до вышивать можно но не все авиакомпании разрешают какие-то мелкие такие вещи ножницы я с собой конечно не брала потому что это нельзя провозить один раз мне было такой что я везла маникюрные ножницы покупала себе из хирургической стали и мне я не знал об этом что нельзя в ручной клади и мне все эти ножницы прямо в мусор и по выбрасывали поэтому с тех пор я тогда только ввели эти правила я и была не ознакомлена с ними чему я была огорчена потому что ножницы было очень много принадлежности для ногтей для маникюра и я все это у меня все выбросили мне некому было отдать поэтому ножницы я не знаю как другие вяжут я знаю что спицы в самолет нельзя провозить только в багаж давать после того как я приехала домой я решила что я обязательно приеду и начну вот эту работу несмотря на то что новый год приближается и двигается у нас месяца двигаются к марту к весне все равно я решила что если я не начну эту работу я ее не буду отшивать потому что она огромная и там канва очень мелкая я задумала что буду вышивать ее по несколько там дней в каждый месяц насколько у меня будут продвигаться дела я не знаю и скорость отшивания какая будет потому что в 18 каунт но я все же решила что по кусочку по кусочку возможно может быть к новому году я хотя бы 50 процентов этой работы отошью самое главное начать если у меня будет процесс начать то меня будет внутри двигать что у тебя там есть еще одна работа ты должна как-то пошустрее двигаться обычные у меня организация я кучу иголок набрала бывает так что я на одну нитку по 5-6 ниточек сразу готовлю иголки чтобы они были в дед и использую вот такую ниточку два цвета где-то еще у меня одна вот такая вот это у меня модейра это я покупала в мире шитья то это специально для того чтобы шить на машинке креника у меня нет он очень дорогой мне конечно хочется все номера иметь но это понимаете что это если вышивать постоянно то конечно это будет использоваться так пока это есть мне нравится как эта нитка ложится я и уже работала и поэтому довольна ею и буквально чуть-чуть покажу процесс я так давно не вышивала что я соскучилась по вышивке и вышиваю я довольно таки не быстро и немедленно но от того что как бы хочется отшивать уже вот столько работы выполнено канва огромнейший размер я не решила что я не буду ее никак размечать не как делите и я просто нашла центр и начала с центра вот вот таким образом и стала двигаться вниз потому что два вот этих вот объекта которые самые крупные они более сложные там есть и бэкстич поэтому я решила что я выполню более сложные буду двигаться либо к снегурочке либо в эту сторону то есть вокруг сделайте два объекта а потом там я понимаю что есть полукресты и буду отшивать все конкретно уже когда эта работа возможно будет мне надоедать но я думаю что я буду браться за эту работу конкретно тогда когда мне будет очень это сильно хотеть хоть хотеться вот скучать буду по вышивке вот так вот выглядят на застежки на шубе у деда мороза видите как переблескиваются вот эти ниточки мне нравится что так получается бэкстич здесь в две ниточки синего оттенка по мере возможности если каждый месяц у меня будет отшиваться эта работа я буду показывать когда уже будут какие-то конкретные отрезки будут готовы для того чтобы было видно но даже и для меня потом сравнение посмотреть когда же эта работа будет завершена и закончена работа очень мелкая вот так было бы видно чтобы я вышивала я работаю именно здесь одеваю очки и настолько красных оттенков много на вот этом одном участке 3-4 цвета и блендов здесь по моему 6 или 7 я вот уже не помню очень легко сделать ошибку и плохо видно в плане того что если ты отшил одной ниткой и крестики идут через одну и ты где-то ошибся и по другую ниточку бленд сделал они очень схожи по цвету и ты не понимаешь где-то сделал ошибку но вначале так кажется что сложновато ну а потом когда уже приближаешься вот к этим оттенком которые отличаются то уже понимаешь где что и как здесь уже еще немножечко и закончится красный цвет уже будет подол который будет светлый здесь бэкстича нет бэкстич только на вот этих завитках здесь уже идет у нас снегурочка и довольно таки ну я бы не сказала что это быстро наверно 4-5 дней я вот работал там по два часа там возможно здесь еще будет бэкстич не знаю какого оттенка но да вот что хотел сказать когда приступила вот к этому цвету яркий красный такой оттенок и здесь вот этот вот цвет это пятерка 5 номер пяльца у меня огромные здоровые поэтому показывать неудобно задеваю камеру вот этот вот оттенок пятый цвет он на камере такой прямо серебристый такой красивый а на самом деле он такой такое ощущение будто он серебряный чуть-чуть как проволока серая и по сравнению с этими красными цветами я такая думаю боже какой он грязный оттенок может быть стоит нитку заменить посмотрела на превью хорошо что превью именно идет вышивка а не фотография потому что жалко что она конечно мелкая я зашла в инстаграм на страницу и по студии посмотрела отшивы увеличила посмотрела что у них точно такой же цвет и решила что ничего менять не буду действительно смотрится снежно холодно на камере серебристо передает такой цвет светлого и не да хотя на самом деле он такой оттенок более грязноватый вот голубые оттенки и бленды соединяются поэтому получается вот такой вот как бы морозный такой оттенок вот как смотрится сдалека сейчас фокусируется и буквально здесь кусочек выполнила за вечер смотрю о как много потом еще два-три вечера посидела о как много ну вот сейчас уже перешла на другую сторону и мне хочется сейчас отшивать и эту работу я еще с мира вышивки получила другие наборы мне хочется и другие сразу запялить вышивать я не сторонник 30 наборов или там 50 иначе их наборов но мне так все хочется начинать вышивать понятно что я не буду этот каждый вечер и отшивать этот набор потому что он очень мелкий если садишься вышивать и тебе хочется но еще кусочек чтобы увидеть хотя бы фрагмент чем закончится от этого ты сидишь очень долго напрягаются глаза 5-6 часов вышивать за такой мелкой конвой это убийственно для глаз сейчас поэтому нужно делать такие перерывы и я стараюсь конечно отшивать немного делать отдых сейчас буду вязать еще свитерочек поэтому буду чередовать и понятно что я его по несколько дней буду может быть понедельки буду вышивать в каждый месяц ну вот и будут результаты поэтому можно будет в это время и вязать периодически либо шить чтобы глаза немножко отдыхали но конечно хочется результат видите чтобы было заметно что ты проделал какую-то работу я бы не сказала что работа легкая но и не сказала что она сложная кто из девочек думал отшивать эту работу не пугайтесь она масштабная 18 каунт да размер большой да но после этой работы вот такие маленькие крохи покажутся вам как семечки здесь самое более сложное а здесь уже идут белый отшив снега здесь вообще идут прям такие полоски садись смотри телевизор и отшивай по схеме поэтому я думаю что здесь дальнейшем будет не сложно поэтому я и взялась вот ведь у меня вот этот вот фрагмент вот здесь вот отшит борода белая тут все белое тут белое на белом поэтому удачи мне все на этом я с хочу попрощаться будут еще видео будет и по вязанию но сейчас у меня наступил такой период что мне хочется все и шить и вязать и вышивать поэтому я не знаю как разорваться я буду как-то периодически менять все свои работы чтобы но не было такого перенасыщения от одного вида рукоделия и причем когда я начну шить это будет все заставлено машинками тут и уже к вышиванию не подберешься на этом я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч до новых видео удачи